Здарова всем. Что вообще здесь делает этот смешной чувак? Невероятные вещи происходят на этой конференции. Как у вас всех дела? Отлично провели первый день? Рудольф, у меня только что сказал, что это самая крупнейшая лоббит-конф конференция за все время. Я так за него рад. Какой успех. И это мое шестое из семи выступлений. Я так рад здесь присутствовать, и это мой второй визит в Монте-Видео. Второй раз в Уругвайе. До этого я уезжал в отпуск, и вместо отпуска я никому не сказал, а приехал сюда. Я прятался 10 дней в Пунте-де-Леста без связи с интернетом. Это было круто. Очень круто. Ну что ж, давайте начнем. Я хочу поговорить о культуре разработки программного обеспечения в этой уникальной сфере открытого блокчейна и разработки софта. Прежде всего, сколько в этой аудитории людей, занимающихся программированием? Уууу, достаточно много. А сколько из вас вообще никак не связано с разработкой программного обеспечения? То есть нет интереса, нет понимания, как программировать. Отлично. Мы также вам очень рады. Звучит очень снисходительно. Нет, на самом деле. В нашей индустрии происходит что-то очень интересное. И связано это с тем, что есть фундаментальная разница между людьми, кто связаны с программированием, и людьми, которые имеют финансовый опыт. И одна из причин этого в том, что эти два домена никогда на самом деле не пересекались. Таким образом, как они это сделали с приходом биткоина и открытого блокчейна. Впервые деньги стали программным обеспечением, а программное обеспечение деньгами. Протокол, определяющий доверие. Безопасность, основанная на открытых системах. И это звучит противоречиво. В мире финансов, идея открытых систем противоречит безопасности. Верно? Потому что в открытых системах идея заключается в том, что мы всем позволяем в этом участвовать. А в финансовых системах основная идея заключается в том, что мы никому не позволяем участвовать, пока мы не поймем, кто это. А порой не позволяем даже и в этих случаях. Верно. То есть открытые системы против закрытых систем. И культура людей, которые участвуют в этих системах, очень противоположна друг другу. И мы можем наблюдать это ежедневно, в наших разговорах, а также онлайн и в социальных медиа. Верно? Особенно, когда вы видите человека, у которого есть предыдущий опыт финансовый или экономический, либо имеющим опыт австрийского образования или либертарианского, когда они не видят никакой выгоды в программном обеспечении данной индустрии, и считая, что все, что не биткоин, это пустая трата времени. А, дети играются в том, создают новые правила, пытаются что-то изобрести, там полно багов и вообще все в целом не работает. Одновременно с этим люди, имеющие опыт разработки программного обеспечения, которые либо не понимают, либо не хотят понимать мир финансов. А, консервативные банкиры, требующие кредитно-денедженную политику. DeFi рулит. И это столкновение культур очень интересно, потому что эти две культуры были разделены друг от друга очень продолжительное время. И, конечно, одна культура, программные инженеры, является гораздо более молодой и новой культурой, вместе с очень молодой и новой индустрией и наукой. Встречается вместе с очень консервативной и очень старой культурой, которая существовала веками. И это столкновение культур ощущается внутри нашей индустрии, а также за ее пределами. Вне нашей индустрии мы лишь странные люди, пытающиеся софт сделать деньгами. Верно? Внутри нашей индустрии все эти странные банкиры, которые не видят мир, каким видим его мы, являющимся идеальным софтом, который очень просто использовать. И они застряли со своими взглядами и со своими моделями. И это столкновение вскоре поменяется. И причина этого заключается в фундаментальной идее, стоящей за биткоином. Сейчас являющейся целой экосистемой. Сама идея того, что деньги могут быть программой, чистой программой. Они могут быть внедрены как протокол. Не как институт доверия, а как протокол доверия, язык доверия, в чистом виде программы. Деньги как контент. Деньги как протокол по передаче данных. Деньги как данные. И это является фундаментальным сдвигом того, как мы видим деньги. И как мы видели их на протяжении веков. Потому что на протяжении веков мы их видели в виде чего-то физического. Чем более физические, тем лучше. Так? И биткоин представляет что-то совершенно противоположное. Он представляет деньги как что-то невидимое, внедренное в программный код, но при этом может обеспечить доверие как сервис протокола. Но это новая территория. И мы пока не до конца понимаем, как программировать финансовые приложения. Это сложный вопрос. Но одна из интересных вещей человеческого поведения заключается в том, что если у тебя есть экспертиза в одной области, то ты можешь легко перенести эту экспертизу в любую из других областей. Верно? Если кто-то умный в одной части, он думает, мы думаем, то мы также умные и во всех других областях, которые близко связаны. И вот так мы пришли к тому, что люди, которые хорошо разбираются в программировании, думают, что они хорошо разбираются и в финансовой инженерии. Или люди, которые хороши в финансовой инженерии, думают, что они хорошо разбираются в программировании. И, конечно, действительность очень быстро ушла от того, что мы только что сказали. Это как мы сделали эти вещи, а они были автономной распределенной организацией. Мы привлекли сотни миллионов долларов, но затем выявился баг, и все было украдено. Но было весело, пока все работало. Данная культура систем очень интересна. Знаете, я занимался программным обеспечением с 10 лет. Когда я первый раз столкнулся с программированием в своей жизни, я в это тут же влюбился. Я полюбил мысль о том, что можно взять просто идею и преобразовать ее в нечто, что работает, может что-то делать. Можно взять мысль и превратить ее в действие. Я не могу сказать, является ли это видом искусства, но определенно это вид выражения. Взять то, что находится исключительно в голове, записать в виде последовательности команд, а затем момент, когда компьютер делает то, что ты сказал ему делать. Часто бывает не тем, что ты хотел, чтобы он сделал. После того, как ты понимаешь, что ты сказал ему немножко другое, и он это сделал абсолютно верно, но не то, что ты хотел. И это потрясающий момент. Если бы хоть раз испытывали его, это невероятное ощущение контроля и возможность людей завоевывать машины, удовлетворять эго, ощущать себя Богом и говорить, «Компьютер, делай то, что я сказал». Не то, что я хотел, а то, что сказал. «Давай посмотрим, что будет». Этот момент, когда все получается замечательной. Но это не наука. Во многих смыслах это еще ранняя наука, в которой по-прежнему еще очень много неясности. И один из великих программистов нашей эпохи однажды сказал, «Если мы будем строить наши дома так же, как мы строим наши программы, то один лишь дятел сможет привести конец цивилизации». И это так верно. И теперь мы открываем для себя то, что происходит, если ты пытаешься взять хрупкий, сложный и часто очень неопределенный мир программного обеспечения и передать машинам, которые управляют нашей жизнью. Отличным примером одного из моих хобби является авиация. Одно дело сказать компьютеру, нарисовать квадратик вот здесь, а компьютер вместо этого рисует квадратик вот здесь. И ты такой, ааа, ебучий CSS. Опять дробные что ли. Ааа. А затем 4 часа ты проводишь для того, чтобы переместить розовый квадратик вот отсюда сюда. И да, это напряжно. Но в другом случае, что ты пытаешься, это сказать системе, если у твоего Боинга 737 Макс, но задран сюда, а надо опустить сюда, но вместо этого он здесь, а ты опускаешь его вот сюда, случаются ужасные вещи. Верно? Так что внедрение программного обеспечения в инженерные решения, в инженерную индустрию, без строгости, которое в большинстве инженерных сферах и практиках присутствует, приводит к плохим последствиям. И это потому, что инженерное программирование все еще ранняя наука. Как инженеры поняли, как строить мосты, которые не будут падать? Все очень просто. Они потратили сотни лет, строя мосты, которые падали. Верно? И каждый раз, когда мост падал, они... Ааа, интересно. Если ветер дует вот таким вот образом... Уууу. В следующий раз будем строить по-другому. А затем повторяют, и еще раз повторяют. А затем они строят дом, и он какое-то время стоит. А затем падает, и много людей погибает. И они такие, упс, и в следующий раз строят лучше. И действительно, чтобы... Чтобы прийти к тому, что в индустрии была очень хорошая реализация, очень высокая точность результата, очень высокий контроль уровня качества, требуется всего лишь 6-7 сотен лет попыток наебок и новых попыток. Так? До того момента, пока недавно в программном обеспечении результаты наших объебосов не стали иногда приводить к летальным исходам, а иногда и к разрушению целых экономик. Разрушит ли мир розовый квадратик, находясь в неправленном месте? Высота носа Боинга 737 может убить множество людей. Таким образом, мы осуществляем перенос программного обеспечения в реальный мир, не имея инженерных дисциплин, и это является своего рода проблемой. Как мы ее исправим? Есть несколько способов исправления этой проблемы. Один из способов – это взять и применить очень строгие математические доказательства. Чтобы удостовериться, что перед тем, как это программное обеспечение будет использоваться в реальном мире, мы получим абсолютно ожидаемый результат, абсолютно, при всех возможных обстоятельствах. И в этом случае у нас появляется немного больший шанс успеха. Другой способ – это выбросить программное обеспечение, подвергнуть его тестированию в сложных условиях с реальными людьми, выполняющими реальные действия с реальными деньгами. И когда программа неизбежно рухнет, а люди потеряют их деньги, ты такой «Упс!» и делаешь все заново. И снова, и снова, и снова, и снова, и ты повторяешь это так быстро, как только можешь, улучшая, а затем говоришь «Смотрите, я знаю, у нас все еще есть ошибки». «У нас есть ошибки в коде, но…» «У нас больше нет вот этого бага». «Его мы исправили». Возможно, есть и другие, но я достаточно уверен, что данный баг больше не повторится. Мы вынесли из этого урок. В третий раз. Итак, как нам поженить эти два мира? Это очень интересная концепция, и это стало гораздо более серьезным в январе 2009 года, когда Сатоши Накамото выпустил миру программное обеспечение с биткоином. Многие меня спрашивают, что ты думаешь о работе Сатоши Накамото? Я говорю, что это самая потрясающая документация, которую я когда-либо читал. Девять страниц, лаконично, проницательно, предсказательно, восхитительный научный документ. А программа? Я серьезно. Если я и могу что-то сказать о Сатоши Накамото, он не очень хороший программист. Так как только программа вышла в свет, многие гораздо лучшие программисты посмотрели и сказали, нам стоит начать исправлять эти ошибки, потому что в коде есть очень нехорошие и отвратительные ошибки. А затем случился очень интересный феномен. И этот интересный феномен заключается в том, что когда вы действуете внутри, в системе критического консенсуса, и что это значит «система критического консенсуса»? Это системы, следующие по правилам, которые невозможно изменить. Они следуют им очень точно, пытаясь синхронизироваться с тысячью другими компьютерами, которые также следуют этим правилам. И такими системами очень тяжело управлять. И одна из причин, почему ими тяжело управлять, заключается в том, что неважно, если события происходят не так, как ты ожидал, до тех пор, пока все копии этих событий выполняются одинаково. Что значит, что если ты сделал баг, и все копии этого продукта полагают, что так и должно быть, то значит так и будет. И если кто-то пришел и вложил свои деньги с этим багом, то тебе надо это как-то разруливать. Это непросто понять людям, которые не связаны с инженерией в программном обеспечении. Но ключевая проблема в разработке программного обеспечения в том, что компьютер не делает то, что ты хочешь, а делает точно то, что ты сказал ему делать, даже если это было по ошибке. Каждые 2016 блоков в блокчейне биткоина мы проходим через пляски, называемые алгоритмом перерасчета сложности. Алгоритм перерасчета сложности обеспечивает перенастройку сложность майнинга биткоина для обеспечения целевого времени между блоками в 10 минут. Это происходит каждые 2016 блоков и используют среднее время за предыдущие 2016 блоков для того, чтобы определить, сколько времени должно уходить на блок. А, нет, не так. Используется среднее время предыдущих 2015 блоков. Почему? Упс. Биткоин в среднем тратит на производство блока чуть-чуть меньше, чем 10 минут. Почему? Потому что была допущена ошибка одного смещения. И ошибка одного смещения, если вы программируете, вы знаете, о чем идет речь. Это значит, что если вы хотите пойти на третий этаж отеля, а первый этаж отеля имеет номер один, то третий этаж номер три. Но если нумерация начинается с нуля, то третий этаж на самом деле имеет номер два. И если вы это делаете в программировании, случаются плохие вещи. Так что была вот такая ошибка. И что с этим делать? Вообще ничего. Мы не можем это исправить. Мы не можем это исправить, потому что по этому принципу был посчитан каждый блок, вплоть до сегодняшнего. Чтобы это исправить, нужно поместить в программу следующее правило. До блока, в котором мы это исправим, используйте среднее за 2015, а после этого момента считайте среднее за 2016. И чтобы сделать такое исправление, необходимо сделать пять или шесть линий кода и сказать системе, чтобы все запустили этот код без каких-то проблем. Потому что если кто-то не запустит этот код, после момента перехода на новый расчет, они получат ошибку. И все закончится разделением цепочек блокчейна. И образование медленный биткоин. Потому что в нем блоки будут выходить немного медленнее. И образуется непреднамеренный форк. Так что необходимо огромная координация для того, чтобы запустить 3-4 строчки кода, чтобы исправить достаточно несущественную проблему. Нет. Так что... Окей. Так что до конца истории биткоин будет делать этот расчет неправильно. Но с запуском Multisig... Скрипт Multisig содержал ошибку. И он не работал, пока вы не дополняли стэк дополнительным элементом, так как вызывал слишком много запросов. Круто. Буквально каждый скрипт Multisig с того времени содержит в своем стэке дополнительный элемент. Почему? Потому что исправление было еще хуже, чем сама проблема. Потому что создавая исправление, снова бы потребовало массивной координации, проверки и сравнения с тем, у которых есть исправление, у которых нет исправления. Те, кто исправил, те, кто не исправил. И как сообщить всем, что этот баг уже исправлен? И в конечном итоге, стоит ли это? Так как возможно в трех строчках кода, которые ты добавишь, чтобы исправить проблему, образуется еще большая проблема. И потребуется еще 3 строчки кода, чтобы исправить новую проблему. Написание кода для блокчейна – очень сложная задача. Я это описываю как консенсус-корабль, постепенно набирающий ракушки, которые прилипляются к его корпусу. И это ошибки, которые мы постепенно добавляем в код. И теперь, правила консенсуса. Мы их хотели видеть? Нет, но они уже есть. И что нам с этим делать? А мы с ними будем жить вечно. Так как нам нужно уметь сделать клиента, который будет думать, даже если ранее никогда не видел блокчейна, от самого первого Genesis-блока до сегодняшнего дня, что у нас не было много изменений в правилах. Это невероятно сложная среда для написания программного обеспечения. И никто из нас не знает, как это делать правильно. Я определенно нехороший программист для работы в этой среде. Я предпочитаю делать вот это. Но даже великие программисты допускают ошибки, так как это очень сложная проблема. Я воспринимаю это как смирительную рубашку консенсуса. Вы можете думать, что вещи, которые вне консенсуса, не важны. И в апреле 2013-го мы обнаружили баг в базе данных, который не относился к консенсусу, но вызвал образование форков в 26 блоков. Для биткоина это было практически катастрофой. Потому что вещи, которые ты даже не думаешь, что это консенсус, теперь являются консенсусом. В этом мире программирование очень сложное. Есть два способа избежать смирительной рубашки консенсуса и двигаться вперед быстро. Ну, на самом деле три. Первый – двигаться медленно. Это то, что делает биткоин. Двигается медленно. Это преднамеренное решение в самом дизайне, говорящее «Все это теперь самолет». стоимостью в 100 миллиардов долларов с 10 миллионами пассажиров. И мы пытаемся ремонтировать двигатель во время полета. Нужно быть крайне осторожным, прикладывая отвертку в этот момент, правильно? Это инженерия, которую вы делаете в глобальной враждебной среде, содержащей сотни миллиардов долларов. Практически невозможно сделать изменения, которое не было бы противоречивым, исключающим образование форка, либо потенциально бы принесло образование катастрофического бага. Поэтому, когда люди спрашивают, а когда у биткоина будут подписи шнора? Что ж, мы тестировали их. Мы их тестировали, мы их снова протестировали, а затем еще раз протестировали, чтобы быть уверенными, а затем еще раз повторили это сто раз. И, возможно, мы ошиблись в самом начале. Есть еще один способ для этого. И он заключается в том, что делает эфир. И заключается он в том, что... Упс, хардфорк. Упс, хардфорк. На самом деле, давайте сделаем механизм... Ага, я вижу. Вы думаете, что это критика в адрес эфира? Нет. Мы любим его. Да. Внедрение механизма, который обеспечит то, что хардфорк случится, называется сложностная бомба, чтобы обеспечить исключение вашей стагнации. Развитие ключевого протокола и протокола консенсуса. Вынужденное изменение. Мы вынуждаем образование координации по крайней мере раз или два раза в год для обеспечения импульса вперед. И это не плохой выбор. Но и не хороший выбор. А попросту другой выбор. И у него есть преимущества и недостатки. Как, например, выбор, сделанный биткоином, являющийся консервативным и медленным развитием, тоже имеет преимущества и недостатки. И наибольший недостаток в том, что люди могут сказать, «Хей, вы ничего не сделали за последние два года. Сделайте уже что-нибудь. Подписи шнора, что-нибудь. Увеличьте размер блока, сделайте что-нибудь, посмотрим, что заработает». Это не про биткоин. Биткоин – это надежная система государственного уровня, которая может сопротивляться. Но это может быть и эфир. И по факту здорово, что есть разные платформы, которые могут развиваться быстро. И это означает поломки. Многие люди в биткоине это ненавидят. Угадайте, что? Что в основном говорит культура финансов? Потому что культура программного инжиниринга в биткоине не ненавидит это. Они видят необходимость внедрения быстрых изменений, потому что это и есть путь, с помощью которого ты строишь мосты, которые не падают. Это путь, по которому ты строишь дао, которые не допускают утечек и взломов в первой неделе своего запуска. Ты не строишь их с помощью чуда при самой первой попытке. Ты их строишь, будучи правым, без волшебства с 27-й, попытки. Допуская потерю денег на 26-й попытке, как окей, это неизбежная часть эксперимента. Это верный выбор. И в заключение я хочу вам что-то рассказать для размышления, что меня делает действительно воодушевленным. О сети Lightning. Потому что сеть Lightning дополняет еще один правильный выбор, который сейчас создает наиболее быструю модель развития для биткоина, что мы видели за последние 5 или 6 лет. И эта модель... Эй, давайте оставим только безопасность для очень медленно двигающегося основного ключевого протокола. А все интересное будем делать на уровне выше. И что это значит? Если у вас есть 5 разных нот сети Lightning, работающих в рамках определенных стандартов, то все, что вам нужно, это договориться об основах. И они начнут исследовать вещи, насчет которых остальные не согласны. Они не оперируют внутри правил консенсуса. Пока внезапно, в рамках сообщества развития Lightning сети мы увидели абсолютно новую культуру. Развитие и процветание. Сравните, как работают разработчики сети Lightning по сравнению с биткоином. И вы увидите культуру, которая очень похожа на культуру эфира, где все движется быстро, компании пытаются использовать новые техники и новые решения, которые даже не обязательно синхронизированы. Потому что им это и не нужно. Итак, вариант 1. 1. Делайте изменения на базовой сети консервативными. Вариант 2. Двигайте продолжительные изменения на базовом блокчейне, пока не сможете делать повторения быстрыми для исправления ошибок. А сейчас, вариант 3. Продолжайте разработку консервативную на базовом блокчейне, а все быстрые разработки переносите на уровень выше, где вы сможете играться с немного большей свободой и гибкостью, потому что оставили безопасность на протоколе, который обеспечивает безопасность правильно. И еще несколько великолепных идей, подходов и немного большей смелости наконец-то мы собираемся разработать в какой-то степени инженерную культуру, которую будут уважать даже банкиры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...